Значит, не знаю, после большого перерыва, начнём, наверное, с этого места, вот, когда различаются мыслящая форма и телесная форма. Различается, значит, один тезис, который я оставил. Что мыслящая форма отличает себя от чувства, мысль отличает себя от чувства и сознаёт себя причиной, тогда, когда мыслит переход от одной единицы в другой единице. Переход при этом, именно потому, что мысль отличает себя от чувства, переход, как мы говорили с вами, мыслится как переход. Не придумает другого словосочетания, другого выражения. Он, разумеется, не мыслится отдельно от тех единиц, которые он связывает, как переход. Воспроизведение мыслится как воспроизведение. Переход мыслится как переход. Исходная ситуация заключается в том, что мы указываем вот, чтобы указать новое вот, а когда происходит, и при этом переход, есть переход к чему-то, к следующему, например, или к большему. А когда мысль отличает себя от чувства, то переход мыслится как переход. И мысль, ещё раз, отличает себя от чувства и сознаёт себя причиной чувства именно в мышлении перехода. Именно в мышлении воспроизведения. Второй тренинг заключается в том, что когда мы мыслим переход как переход, то мы мыслим одновременно те единицы, которые переход связывает. Я говорю «вот», я мыслю переход как переход, снова говорю «вот», и оба эти «вот» существуют одновременно. Что это значит? Это значит, что... Что это значит? Это значит, что мы отошли от счёта. Счёт не предполагает одновременности. В счёте, следующее, потому оно и следующее, что оно мыслится, когда предыдущее закончено. Больше мыслится тогда, когда меньше прошло. Счёт не предполагает одновременности. А когда мы мыслим переход как переход, воспроизведение как воспроизведение, то единицы, воспроизводящиеся, мыслятся одновременно. То есть мы на самом деле имеем разворачивающийся свиток. Одно после другого, но это предыдущее сохраняет себя и мыслится одновременно. Это и называется «сложение». Ну, как бы, соответствует операции «сложение». Это можно забыть про «сложение». Мысли просто сиренологическое событие. Я мыслю одно, потом мыслю одно вместе с другим. Потом одно, другое, третье, опять вместе. Сложение или прибавление? Я не вижу разницы. Давайте называть это прибавлением, чтобы не думать, что мы занимаемся одной математикой. Но, в общем, всё равно помню. Сложение, прибавление. Важно, чтобы мы отошли от счёта, который не знает одновременного существования единиц. И получили то, что можно назвать прибавлением. Или филологическим событием, когда движение подобно вот этому разворачивающемуся свитку. Сохраняя предыдущее, как одновременно. Мыслю один, плюс, то есть воспроизведение, как воспроизведение. Опять один. И они мыслятся вместе. Это второй тезис. Третий тезис заключается в том, что если единиц... Ну, вот такой аргумент. Такой аргумент. Поскольку воспроизведение мышца как воспроизведение, то единицы мыслятся на время. Вот. Перь ты. А можно вопрос? Когда было нельзя. А вот как мы всё-таки не различили единицы как первой, и единицы так сколько? Один. То есть вот разные вопросы. А который первый, который по счёту первый, и который... И сколько? Одна штук. Вот как мы это различили? Я не понял вопрос. Как бы количество и порядковую единицу как мы различили? Как у нас возникло количество на единице? Порядковые единицы это понятно. В какой-то момент нашего воспроизведения мы просто взяли и остановили его и начали с него считать. Это стало порядка единица. А количество единиц? Ну, было... Один, который отвечает на вопрос сколько? Было один. Потом мы мы слим переход. И мы слим два вместе. Не, было первым. Это был инпост, Михайлович. Как мы различили первую морковку от одной морковки? Первую морковку... От одной морковки. От одной морковки. Ну, одной морковки у нас нет. Потому что исходно у нас не вот, а вот-вот-вот. Какая может быть одна морковка вдруг образоваться, когда мы уже сто ходов делали? Морковки бывают, а три морковки. Не, просто а что значит две, два и две единицы одновременно? Это что такое? Кажется, что две морковки, да? Ну. Даже не первый же и первый. Это просто первый как-то и... Это как-то один и один. То есть как бы два. То есть сколько? Ну, значит, что должна быть одна морковка. То есть разный вопрос. Сколько вопросов и которые по порядку? Теперь ничего не понял, да? Ну, хоть, хоть убейте. Но есть и третья морковка, и есть три морковки. Это разные понятия числа три. Точно так же единица бывает... Ну, мы же говорили порядку. Первая морковка, первая. А также яблоко, там, груша, что-либо еще. И просто одна морковка. Это как бы различные понимания числа один. Вот об этом было вы говорили. Да. Его, правда, интересует другой вопрос, чем меня. Он интересует, как мы их различаем. А у меня интересует вопрос другой. Каким мы их отождествляем, эти две единицы? Ну, чтобы отождествить сначала надо различить. Ну, да, потому что это один тоже вопрос посыл. Значит, два способа существования двух. Да. Как два, как совокупность двух единиц. Да. И как второй. Или надо понять, что это одно и то же? Ну, второй же был в счете. Счет мы уже... Надо понять, что это одно и то же. Что это та самая двойка. Да какая она может быть еще? Она была... В счете был второй. Который больше первого. Что мы сделали? Мы теперь в счете некоторым образом выделяем переход. Как лично самостоятельная мысль, моя часть. И говорим один и один. Ну, понятно, что они, во-первых, они одинаковые, потому что они были одинаковые. В счете они были одинаковые. Сначала они были одинаковые, как вот, а потом ничего не изменилось. Просто мы их связали во времени. Получился следующий, а потом больше. Ну, это понятно. То есть, двух морков не бывает, а бывает понятие двойки, как агитивная личная, что они одно и то же. А двойки не бывает, да. Да, двух морков не бывает. Двух морков не бывает, потому что... Бывает двойка как агитивная личная, то есть, сложность двух меньше. Да, потому что, я сейчас повторю, и мы говорили, что остановиться в счете нельзя. А в сложении остановиться нельзя. Нельзя остановиться, сказать, один. Ну, сейчас я чуть последовательно это скажу. Значит, вторая мысль заключается в том, что они одновременные, один и один. То есть, мы имеем уже не счет, а прибавление. Третья, 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 третья заключается в том, что если мы имеем одновременное существование, один и один, то следующее и один будет отношением к отношению. Следующий один и один будет отношением к отношению. Поскольку мы имеем отношение к первым двух, то третья будет отношением к отношению. Что я пропустил 3-4 года назад, когда и слагал. У меня только на стадии умножения получалось отношение к отношению. Очевидно совершенно, что если мы говорим о сложении как одновременности, то третья единичка будет отношением к отношению. Один и один и один – это будет отношение к отношению. Что в этом движении, четвертый тезис, что в этом движении происходит? В этом движении мы не можем остановиться. Это вот, наверное, в ответственно на ваш вопрос. Мы не можем сказать один и один и все, и сотерцать. В этом случае мыслящая форма падает на чувственную форму, чувственная форма падает на предмет, и все исчезает. Остановиться нельзя. Если мы сказали, что мысль отличает себя от тела и сознает себя причиной тела, тогда, когда мыслит переход как переход, то мы, собственно, этим и сказали, что надо продолжать движение, нельзя остановиться. Так нельзя просто помыслить «вот» и на его основании различать чувства и мысли. Так просто нельзя. Только благодаря переходу. Мышлению перехода мы различаем. Так нельзя и остановиться по ходу движения. Сказать «один и один» и «стать» невозможно. Все это существует лишь движение «один и один» и «один» и «один» разворачивающийся цвет. Остановиться нельзя. Поэтому, наверное, действительно надо сказать, что не может быть двух единичных, двух морковок, а может быть только вот это аддитивное движение. Если действительно существует два определения числа, то верно лишь второе, но не первое. И в то же время «один и один» я бы не сказал, что это второй. Если надо подумать, мы поставили дилемму «два» или «второй», но «один и один» это не «второй» и не «два». Да, это понимание и двойки как единственной величины. Наверное, она не вторая и не «два», конечно. Не «два», потому что нельзя остановиться, и не «вторая», потому что это не счет. Ну, это с другой стороны. С другой стороны, сознание в любой момент никогда не удостоверяло, в том, в каком месте оно находится. Для него «двойка» никогда не является двойкой. Это то, что следует за единицей. И оно состоит как бы из единицы и предыдущего. Это тоже очень важно. Поэтому, например, «двойка» боюсь, что не знает о себе, а «двойка» ли она, или она «седьмая», либо она «восемая», либо она «пятнадцатая». Если есть отношение к отношению, то знает? Нет. Если есть отношение к отношению, то все, что она делает, это операция «н плюс один». У нас есть «нечто» и «плюс один». И мы никогда вот это «н», которое было перед нами, мы никогда его разложить не можем. Могу только повторить, что если есть отношение к отношению, то мы прекрасно понимаем, что такое «два» и что такое «три». «Три» — это отношение к отношению единицы и двойки. А «четыре» — это отношение единицы и двойки. А «пятерка» — это отношение четверки и единицы. И все. Но, опять, в этот самый момент, в «четверку», когда мы уже находимся на «пяти», как нечто составное, точнее, конкретно составное, мы ее не ухватываем. Мы понимаем, безусловно, составной характер, но конкретность этой составности для нас уже сокретная. Поэтому я говорю, что имеется бесконечный ряд упорядочений всегда. Это очень интересно, что упорядочные множества, как ни странно, они в известном смысле вот эту операцию напоминают прибавление единицы. «Четыре» не будет отношением к отношению «один и три», потому что «три» является отношением к отношению «один и два». Поэтому это будет отношением к отношению «отношения». будет все-таки вот так вот разворачивающаяся картинка. А единица? В каком смысле единица? В самом смысле есть вот в смысле единица, как нечто тоже составное. Мы же единицу тоже понимаем, как никакое единственное величие. Должны по скайной мере, я понимаю. Если мы так хотим идти, устраиваем ситуацию отношения к отношению, мы единицу должны тоже понимать, как единственное величие. Но это очевидно не так, как данного подхода. Ну, с единиц у нас, в самом деле, долгие и трудные отношения. Я предлагал выйти из положения… Поэтому я когда и говорю, что когда мы имеем здесь не… в каком смысле даже не аддитивность, а имеем упорядочное множество, где плюс один, оно задается с формулой «н плюс один». Но мы же, например, уже понимаем, что, прошу прощения за занудство, что, например, ладья ест следующее после слона, то есть отношение к отношению. А слон – это у нас ни в коем случае не слон сам по себе, а отношение, скажем, коня и пешки и так далее. Вот это и есть упорядоченность. Это упорядоченность счета, да. И упорядоченность сложения, обратите внимание. Что любая упорядоченность, она задает нам вот эту штуку «н плюс один». А понять бы вот эту ситуацию, понять, как однородное отношение, что когда семерка у нас «тройка плюс четверка», не как «шестерка плюс единица», а «шестерка соответствующая «пятерка плюс единица», а понять «семерку» как «тройка плюс четверка», где «тройка» и «четверка» уже будут существовать не как отношения к самостоятельной существенности. Вот это и есть по-настоящему вести сложение, это и есть то, что по-настоящему требуется вести, это дитильные величины, вот так, потому что если мы всякий раз будем делать шажок, это плюс один, ну да, мы будем понимать, что это у нас сущее, которое есть перед нами, оно составное, оно состоит из предыдущего, которое тоже относится еще к своему предыдущему, не единицу, но это не задает семерку, как только ключ и клевок. То есть нужно научиться еще и ставить скобки в этом ряде, один плюс один плюс один плюс один. Тогда мы будем находиться в каком-то смысле в счете, но можно понять еще в каком смысле счете будет находиться. Ну, наверное, хватит, да, может быть, хватит. А вы думаете, я, притом, хуже, значит, ну, я даже хуже вообще не владею. А математику, вы думаете, что скобки – это какая-то отдельная процедура? Да, конечно, чтобы мы поняли семерочку, мы должны тролечку плюс четверочку, конечно, это же очень важно. Они же приходят, начинают писать определение операции «а плюс б», не «а», там, как которые есть, там, один плюс один, а именно «а плюс б». Ух ты, говорят, как интересно. А теперь мы напишем, что «б», что «а плюс б» – то же самое, что «б плюс а». Тоже как интересно, у нас коммутативная операция, нифига себе. И вот это, как бы, значимо. У вас вот эта коммутативная операция на таком множестве, кстати, вы не получите. Да, Булат? Правда? Коммутативности нету? Ну, тут просто речь не идет даже. Потому что семерка – это не тройка плюс четверка. Я не вижу связи между скобками и коммутативной. Скобки же – это на самом деле парень? Коммутативность дальше, коммутативность дальше. Коммутативность – это уже дополнительное свойство. Если надо применить скобки, тогда мы можем позже, там, позже рассуждать и коммутативность. А если у нас скобок нет, то мы коммутативности рассуждать не можем. Вот это, что я хочу сказать. Потом, в будущем. Скобки же обозначают порядок следования операций. То есть какие операции переведитесь, действуют, какие там… Как операции отделяются друг от друга? Ну, если полноценных скобок нету, это нечто другое. Потому что полноценные скобки, когда у вас есть две операции, например, сложение и умножение, тогда мы должны порядок их силы хоть муже с одной стороны. Блин, я тут неожиданно открыл для себя, что даже для ребенка от 12 лет современного это является проблемой большой. Вот раскрыть скобки. Реально. То есть такое, блин, такое образование сейчас что… Да, я понимаю, что из этого построения 1 и 1, и 1, и 1 не нельзя вывести скобки. То есть семерка – это не 3 плюс 4, к сожалению. У меня почему здесь есть отношения? Почему не считать, что это скобки? Потому что семерка тогда у Олега Михайловича – это 7 единиц. Ну, каждый раз по скобке. Ну, у вас есть отношения к отношениям. И 1 плюс 1 – отношения к ним. Следующая единица уже к ним как к целым, как к скобкам относится. Не к первой единице, а к 1 плюс 1. Соответственно, четвертая единица уже относится к скобкам, к скобкам, где 1 относится к первой двум единицам. А он не будет снимать как к скобкам. Потому что каждый раз отношения – отношения. Мне не додумать эту ситуацию про скобки. Нет, ну надо просто семерку поднять как 3 плюс 4. Не как отношения к себе. Чистое количество. Да. Ну, о количестве ему Вадик Михайлович сказал, что 7 марковок на него не бывает. Да, не бывает, конечно. 7 марковок не бывает. Просто принципиально не бывает. 7 равно 3 плюс 4. Вот чем дело. 7 – это тогда получается как 1 плюс 6, где 6 со своей точки понимается как 1 плюс 5. И так далее. И дальше мы упираемся в единицу, и там уже свои проваляют. – Да, наверное, причина именно в этом, что поскольку нет 3, то нет и 3 плюс 4. Да. И четвертый. Поэтому и 7. 7 как 3 плюс 4 – не мысль. А мысль – это как 6 плюс 1. Не 6 – это опять не 6. А фиг его значит. Отношение к отношению исходящая к мистической единице. И это еще без разговора того, что 6 плюс 1, который мы так и любили на протяжении многих лет, что 6 плюс 1 – вот эта самая единица та же самая, с которой начинается ряд. Вот без этого разговора. Потому что я понимаю, что этот разговор уже всем надоел. с шахматными фигурами, с различными пониманиями единиц. Ну, тогда, значит, это… Ну хорошо, а как в математике переходят к скобкам? Ну, нисколько. Для них просто число… У них 7 морковок бывает. С самого начала бывает 7 морковок. Я не знаю, как. Это мистика. Но 7 морковок у них бывает. Поэтому ясно, что они разбиваются на 3 плюс 4. У нас же у них операция сложения на… скорее постулируется, чем… Чем… Четвертый бассейн могло делать. Ведь обратите внимание, если 7 морковок, то они… Это 3 плюс 4. Одновременно это 2 плюс 5. Ну, конечно. Есть 7 морковок. Но у вас это 7 морковок. Нет? Для них вот ситуация такова, что как бы вот множество чисел, множество счетных вещей, оно должно объективно со мной положить и начни считать. Ну, там есть еще знаменитая, да, аксиома выбора в аксиоматике Сармелла Фрэнкель. Которая состоит у тебя… набралось большое количество множества. Это считается, что ты можешь из него взять по одной… по одному элементу. Из того, из того, из того, из каждого. Из организации много множества. Но это, подобного рода, казалось бы, очевидный факт, он приводит к диким противоречиям дальше математики. Ну, вот я про это рассказывал уже. У нас на видео есть такое. Что берем шар, режем его на три части, а потом из них складываем два шара такой же площади. Ну, такого же размера. Это вот странная аксиома, когда придумают лежать множество. Множество я отсюда взял, отсюда, отсюда, по одному элементу. Себе в другое множество навалил. Вот она приводит к таким образом проблемам. Ну, почему я здесь заговорил от Сармелла Фрэнкель, для автопоксирования выбора? Потому что это та же самая объективность. Вот семь морковок, и мы можем любую морковку хотя бы одну взять из нее и положить. Это объективность. Та самая, где семь морковок, которые два плюс пять, а ниже три, четыре. Ниже пять плюс два, что то же самое. Ниже шесть плюс один. И самое, что смешное, недоступное ни одному настоящему греку. Семь плюс нуля. Такая высокая мудрость, недоступная Пифаголу, пластурная историка. Ну, кстати, у меня тоже, наверное, нет никакого. Ну, да, конечно. Такого, наверное, нет. Ну, вот как бы то ни было, мы имеем такое вот время, разворачивающееся в пространство, которое мы говорим 1, и 1, и 1, и 1, и 1. И причем существует отношение к отношению. Поэтому понимаем, что становится больше. Что 1, и 1, и 1 это больше, чем 1, и 1. Потому что существует отношение к отношению. А становиться мы не можем. Поэтому происходят движения. Это некоторая реальная операция, которая предполагает движение, но, как бы так вот сказать правильно, движение, опосредованное результатом. Я бы так это выразил. Движение, опосредованное результатом. Мы все время должны совершать это и, чтобы иметь картинку. Но при этом мы, конечно, движемся через результат, потому что 1 и 1 – это некий результат. 1 и 1 и 1 – это тоже некоторый результат. Движение обязательно, движение необходимо, остановиться нельзя, но все-таки мы имеем некий результат и имеем отношение к отношению, что тоже говорит о том, что мы имеем некоторый результат. То есть через достижение результата. Движение снова совершается, но оно опосредованное результатом. Поэтому в этом движении есть два момента. Первый момент – это результат. те самые две абстракции, которые есть в каждом действительно опыте, согласно вот нашему построению. Первая сторона, первая абстракция – это результат, который обязательно есть в этом движении. Но если мы возьмем его как самостоятельный опыт, то мы приходим к ничто. Все сразу сваривается в пустоту. А другой стороной является движение, движение как бы, движение другого рода. В нашем действительном движении, которое мы можем назвать, как прибавление. Условно говоря, хотя оно действительно не отвечает всем необходимым требованиям, если там действительно нет скобок. В самом этом действительном движении, один и один и один, есть результат, как я сказал, но отношение к отношению мыслится как отношение к отношению единиц. Вот мы имеем отношение к отношению единиц. А давайте построим иначе. Давайте скажем так. Сначала мы строим отношение к отношению, а затем мыслим три единице одновременно. Тут надо иметь в виду, что счет уже есть, прибавление уже есть. То есть отношения не висят в воздухе, мы уже имеем один и один и один. Но давайте совершим переход от один и один к один и один таким образом, что сначала мыслится отношение к отношению, а затем, как следствие, мыслится три единицы разума. Так вот это, как бы если со скобками говорить, это раскрытие скобок. То есть у вас как бы было отношение к отношению к этому. Первые две скобки один плюс один, плюс один еще одна скобка. А теперь вы говорите, давайте мыслим все три сразу, то есть скобки убираем, просто один плюс один плюс один. Скобки, они только порядок действий. У вас был раньше какой порядок? 1 плюс 1, и к ним относится один. То есть в скобках плюс один. А теперь скобки раскрыли его, как бы один плюс один плюс один. Скобки убрали и все. Фактически операция раскрытие скобок. Ну, потому что мы скобки не получили, мы же сказали, что разума от двух, что нет скобок. Но можно считать, что отношение к отношению, даже скобка в конце. Он же относится не к первой единице, а к третьей единице, а к третьей единице плюс один плюс один. То есть один плюс один берется в скобках, как целое, и к ним прибавляется один. А потом к этим берутся в скобках, к ним еще одна прибавляется, четвертая появляется. И каждый раз отношение к отношению. Ну, надо подумать, может, это скобки и есть? Да, скобки это и есть. А теперь вы говорите, что давайте скобки раскроем. Не один плюс скобки один плюс один, а один плюс один плюс один. Я, так честно говоря, думал, что это умножение. Когда я мыслю сначала отношение к отношению, а затем мыслю три раза, получается трижды, а потом четырежды и так далее. Может быть, это отчасти и раскрытие скобок. Но вот что я хотел заметить. В чем заключается различие между сложением и умножением? Вообще говоря, разницы нет. Потому что и в первом, и во втором случае сначала мыслиться две разом, потом три разом, единицы и так далее. И сложение, и умножение. Сначала две единицы разом, потом три единицы разом. В чем разница? Разница в переходе от мышления двух разом к мышлению разом трех. Разница именно в этом переходе от разом два к разом три. В случае сложения мы, как я уже сказал, мыслим отношение к отношению единиц. Таким образом, совершается переход от разом два к разом три. А в умножении мы сначала мыслим отношение к отношению, а затем мыслим разом три. Потом отношение к отношению к отношению и разом четыре. Разница между сложением и умножением в переходе от разом два к разом три и так далее. А сам результат одинаково совершенно. Результат одинаковый является чем-то открытие? В прибавлении просто смысл-то в чем состоит? Что стало чего-то больше. Насколько больше? Как больше? И как больше? Стало больше. А в умножении смысл состоит? Сколько раз? Один? Сколько раз один? Сколько раз? То есть вопрос совсем другой. И в прибавлении, и на сколько прибавилось? В условии прибавить можно на пол, на десять. На любое количество можно прибавить. То есть прибавление это некое визуальное увеличение. А умножение это же сколько раз? Вот один, но сколько раз один? Два сколько раз два и так далее. Другой вопрос. Как изначали смысл умножения? У вас просто вырожденный случай, и у вас получается то, сколько речь идет об единице, у вас нет никакой разницы. Но это вырожденный случай, а? Потому что умножение имеет другой смысл. Сколько раз один? Музыкальная пауза. Давай. Ну это так было, так действительно, так оно и есть. Сколько раз берется единица. Но если мы одновременно мыслим сначала два, потом одновременно три, потом одновременно четыре, то мы это и получаем. Сколько раз мыслится единица. А получаем это тем, что сначала мыслим отношение к отношению, не к отношению единиц, а отношение к отношению. А затем мыслим три единицы разных. Тем самым получаем ответ на вопрос, сколько раз берется единица. И при переходе вот к такому способу движения, когда сначала разом два, потом разом три. Ну, я говорю, сложение то же самое. Сначала разом два, потом разом три. Различие сложения и умножения в переходе, только в переходе от разом два к разом три. А результат одинаковый. Когда мы мыслим сначала отношение к отношению, мы тем самым выясняем то, что в сложении скрыто, что мы сначала должны мыслить именно отношения. Олег Михайлович, чтобы понять, что это не так, допустим, давайте отличимся от вашей формулы. Скажем, два плюс один будет три. А разом два, два раза, это будет четыре. То есть это не одно и то же. Ну, результат-то мы же знаем из ритметики, что два плюс один будет три, а два разом, то есть два два раза будет четыре. То есть результат разный. Если бы это была одна и та же операция, то результат всегда должен был один и то же быть. Я говорю, у вас только потому одинаково произошло, что вы идете мне речь о единице. Единицу на что я не умножь, она ничего не увеличивает. Я так говорю, что вырожденный случай, поэтому этого не видно. Но если взять просто обычное представление об арифметике, то умножение и сложение – это разные процедуры. И результат у них разный. Два плюс один – три, то есть перебавили на одну, а дважды взято – четыре. Но это разговор, видимо, о том же, о чем вот мы говорили в примитивном сложении. То есть сложение, получается, скобок, все они представляются как три и четыре. То есть то, что вы сейчас говорите – это отношение семерки к семи единицам. Да? Отношение семерки к семи единицам. Мы говорим и понимаем семерку к семи единицам. Да. Ну где же это выражение? Ну да, мы поняли семерку к семи единицам. Вот у нас была… Ну как 7 помножить на 1? Да. Как 7 единиц мы ее пытаемся. А не как 7, кстати, да? 7-то раз у нас не может быть? Да, да, да. У нас как может быть? Она непонятно. Как мы узнали, что их семь? Никак не узнали. Как мы семь единиц одновременно? Здесь у нас семи единиц. А то же самое движение не может прекратиться. В так называемом умножении тоже, как и сложении, не для остановиться. Мы дважды берем один, тридцать берем один, да? Четыре же берем один. Не так, что мы просто семь взяли единицам, а просто подряд делаем. Конечно, да. Действие должно продолжаться. Да. Нет, я-то хочу сказать. То есть у нас, если раньше была операция n плюс 1, то есть получалось, что семерка это 6 плюс 1, а шестерка это 5, это все как бы так, пятерка, четверка, тройка это спрятано как бы было, да? То теперь мы эту операцию сделали более-менее ямно. Мы семерку сделали как семерку сделали как семь раз подряд единица. Ну и чего, это вот мы пришли к аддитивности числа. А да, Илья Гриш? Нет, может быть, количество пришли все-таки. Нет, меньше семена в разгаре. Количество. Ну в каком-то смысле, да. Но это не доодетивность тоже. А, хорошо. Ты домой примерно. Потому что она только плюс семерка, только плюс четверка не стала этого. Не, возможно, это и есть количество. Когда умножение пришли, получили семь раз. То есть вот те самые семь на пол. Остановиться нельзя было. По-причему, нельзя остановиться. Ну, тогда это не умножение там, где нельзя остановиться, а рассложение, если нельзя остановиться. Не, не, ну Олег сказал, что понятно. Я имею в виду, что это, по крайней мере, похоже на количество. Ну да. То есть, по крайней мере, морковки-то мы считать сегодня научились. А вот числа считать. Семь – это семь единиц. То есть мы брали, у нас было семь как отношение к шести плюс один. Как следующее за шести. А то теперь мы теперь взяли семь, положили его перед собой и увидели, что оно состоит из из единиц. Да. Но еще, конечно, большой вопрос, что семь или их. Как количество. Да. Семь ли их. И как седьмой по счету. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А уже как семь, как бы вот одновременно семь единиц. Да. И не как седьмой, как отношение шесть плюс один. Да. А как седьмой, как совокурность семи единиц. И еще говорю, еще надо убедиться, что их семь. Потому что пока их семь, это еще нормально. Если их сто тридцать пять. Ну, надо посчитать постепенно. Мы будем, да. Везде считать, дойти до сто тридцать пяти, сказать, да, это так оно и есть. Наверное, ребенок и так и считает на пальцах. Как сказать, что десять и начинает. И доходит до десять. Нет, я про то, что вполне возможно, что это рассуждение говорит не то, что их семь единиц, а просто чистое понятие аддитивных числа. Вот и все. То есть вот слаженности восемь кирпичиков можно. Когда мы, семь это еще понятно, когда сто тридцать пять, а мы понимаем, что это вот сто тридцать пять единичек. Ну, это как бы умножение, это не задает. Не понятно, что задает. Ну, вот такое задает. Нет, ну какое-то первичное умножение задает. Ну, нет, это первичное не задает. Просто, Олег, кажется, что разница между прибавлением, как мы понимаем, и вот этой операцией есть, есть, можно назвать ее умножением. Надо же разные операции взять, вот так вот наращивать, как бы, да, и отношения к отношению не взять сразу. Нет, все-таки как бы интрига-то по-прежнему надо продолжать. Сейчас, почему этих единичек семь? Ну, почему семь? Вы же даже стоиться не можете. У вас сразу же восемь. Да. А за восемь девять. Ну, тогда и нет умножения, потому что результата нет. Ну, так же, помню, что результат есть промежуточный. Нет, ну скажем, кто же. Я бы промежуточный. Знаете, это еще такая дистанциальная арифметика. Все, что такое несется, 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 все, что я чувствую, это такое экзистенциальное смутное переживание агитивности числа. Это как бы единственный результат. И потом дальше, и хоть все время в таком вот ситуации экзистенциального переживания агитивности бывает. В этом, конечно, есть собственные удовольствия. Ну, синемалогически это в чем-то другая картинка. Одно дело – моя способность. Один и один мысли, и другой – моя способность мыслить два сразу. Это два разных опыта чувственных. Один чувственный опыт, другой – чувственный опыт. Сначала один и один и один, или сначала разом два, потом разом три. Это же другой чувственный опыт. Бог с ним, с умножением, сложением. Я же не настаиваю. Очень важно понять, в чем разница. Спасибо, что вы об этом различии думаете. Но, в принципе, это просто разный опыт. Наша же цель не математика, а все-таки, а философия. В какой-то момент мы мыслим один и один и один, в какой-то момент мы мыслим два, три, семь. И все разу. Второе сложнее. Первое. Здесь тоже, как бы, этот же самый свиток разворачивается. Но предыдущее остается, вместе с последующим остается в настоящем. И нарастает вот это вот восприятие. И проясняется, как я сказал, что сначала мы мыслим отношение, отношение к отношению. Отношение к отношению, отношение, а затем мыслим уже предметы. То есть не так, как раньше я говорил, что умножение это отношение к отношению. Уже сложение есть отношение к отношению. А здесь вот отношение к отношению, как основание для операции, основание для движения. И от умножения мы должны перейти к целому. Видно, что здесь есть все предпосылки для того, чтобы перейти к целому. Потому что... А что такое целое? Мы сегодня не будем переходить. Я не подготовился должным образом. Не продумал. Просто еще не продумал скорее. Чем отличается целое? Целое отличается тем, что мы имеем как раз то, что мы хотели иметь. Семь как семь. То есть движения уже нет. В основном сложении, так называемое сложение и умножение, называемое Е, они предполагают постоянное движение. Нельзя становиться один плюс один, плюс один, плюс один. Сразу два, потом сразу три, потом сразу четыре. Это необходимо, иначе вообще ничего не получится. А целое это есть как раз одновременное, спокойное, устойчивое созерцание. Некоторое созерцание. Вот семи и все. Уже к восьми не надо переходить. Чтобы было семь, оно не должно превращаться в восемь. Оно семь остается как семь. И в то же время мы должны избежать... То есть устойчивость границ. Я так бы назвал. Устойчивость границ. Семь и все. А все это понимаете, как семь единиц одновременно? Или как седьмое... это как один плюс отношение к один плюс пять и так далее, там и так далее. Как, понимаешь, как... Как целое сложение или... Как целое состоящее из семи частей? Не сложение, не умножение, а целое состоящее из семи частей. целое, состоящее из трех частей. Части пронумерованы, часть наполненных, что их три. Но они части. То есть целое имеет устойчивую границу. И при этом мы должны выдержать метод и избежать созерцания. Это не значит, что нам доступно созерцание. Созерцать мы не имеем права. Этим мы, видимо, отличаемся от математики, которая спокойно созерцает число 7. И нисколько не смущается этим обстоятельством. Мы с вами не созерцаем. Математика единицу определяет как вот. Тоже нисколько не смущаюсь этим обстоятельством, что вот некая вот, она есть. Давайте считать это единицей. Натуральное число. У нас такой возможности нет, поэтому действительно на математику не то, что мало похоже, соседней похоже. Философия не созерцает. На математику созерцает. Может быть, в этом разница. В цепиаре. Но вот от так называемого умножения мы должны перейти к целому и посмотреть, что для этого выйдет. Ну, все, что я сегодня имел, имел сказать.